История возрождения Симферопольского кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского удивительна. На заре 21-го столетия реконструкцию Сквера Победы благословил патриарх крымских коммунистов. Потом была череда патронов разного рода политиков и хозяйственников Украино-Республиканского разлива. Сегодня величественный двухуровневый храм, возрождение которого патронирует лично глава государства Владимир Путин, возвышается в самом центре крымской столицы. Осталось завершить лишь росписи. Они будут выполнены в так называемом академическом стиле. В эпоху постмодернной трудно говорить о стиле. Если мы видим чистый стиль, мы начинаем путаться и истерить, потому что его не опознаем. Собственно, это есть ремейк, так скажем, с Исаакиевского собора Санкт-Петербурга. Это есть ремейк с Креста Спасителя, храма в Москве и многое-многое другое. Но, помимо этого, Владимир Федорович Старшков носит и свои новшества, свое художественное видение, свое художественное прочтение. То есть задача, которую ставит митрополит Лазарь, комиссия по росписи, ну и, в общем-то, его художественная команда. Викарий Симферопольской и Крымской епархии епископ Ялтинский Нестор входит в епархиальную комиссию по росписи собора, поскольку он имеет специальное образование и является членом Союза художников СССР. Наблюдает за ходом работ с первого дня. Проект, стройка, архитектурные все проблемы, да, и роспись, все делается с нуля. Возглавляет роспись Старшко Владимир Федорович. Человек достаточно известный в своих руках, который уже расписал не один православный храм. И под его руководством команда иконописцев, художников, монументалистов из Москвы и Крыма решает поставленную задачу. Расписан купол, расписан барабан, расписаны несколько снен. И вот, в общем-то, мы ожидаем, что в ближайшие полгода, возможно, же год, роспись будет окончена. Надеемся, что это рождество, уже рождественское богослужение, будет совершаться в верхнем храме Александровского собора. Количество творцов всегда было разным. Не изменен лишь руководитель иконописцев. В зависимости от того, как ставить задачу руководителя проекта Владимира Федоровича Старшко, и как он считает ее наилучшим образом решить, когда работает большая группа людей, когда малая, когда работает над эскизами, и эта работа не видна, но она необходима. Но, между тем, она совершается. И вот за этими, так скажем, тонкостями присматривает экономию парки, протери Игоря. Архиерейские праздничные и будничные службы сейчас проходят в Нижнем храме, освященном в честь святителя Гурия архиепископа Таврического. В праздник введения в храм Божьей Матери многолюдно, особенно много детей. Они со вниманием слушают некоторые впервые чудесную историю более чем двухтысячелетней давности. Родители поверят раковицу в храм Господень. Также и Духом Святым каждый из вас пришел в этот храм в сегодняшний день. Потому что своей волей, движением плоти и крови, очень трудно что-то сделать по направлению к Богу. По естественному состоянию человек всегда соскальзывает в грех, всегда соскальзывает в бездну, в комфорт, в самооправдание. Но когда действует Дух, человек преображается. Когда действует Дух Божий, малый становится большим, приходящий вечным. Когда действует Дух Божий, тогда глупость становится премудрым и невозможное возможным. И это предобразует и указывает нам на то, что Господь, Божественный Логос, входит в женское чрево и воплощается в образе человека. Это есть указание на то, что пророчество исполняется, и Христос воплотится, и примет крестную смерть, и будет вознесен на крест, и погребен, и воскреснет, и примет все грехи рода человеческого, в том числе и наши, в том числе и те, кто стоит в этом храме, и всех тех людей, которые обращаются к Богу и ищут спасения. То, что в иудейской традиции выразилось физически, введением в святая святых, в христианской традиции выразилось духовно. Для христианина Богородица неизменно пребывает в самом святом из всех возможных святых мест – в Царстве Небесном. Христианин молится Богородице, называет ее владычицей, то есть признает за ней полную власть над собой. Царица, приблагая еще одно из обращений к Божьей Матери, которое для нас больше самого большого блага. В одной из главных молитв Богородицы ее называют «честнейший херувим» и «славнейший без сравнения серафим», то есть выше и чище самих ангелов. Ее считают заступницей. Парадокс – священники-мужчины просят защиты себе и своей пастре у девы. Святая Православная Церковь не просто так поставляет этот праздник, это торжество в начале Рождественского поста, который ведет каждого из нас к встрече Бога-младенца Христа. Ведь вот начался пост, и мы вошли в него, но зачастую только тело. Наши мысли еще витают далеко от поста, чувства, желания. И вот Святая Церковь, поставляя этот дивный праздник в начале спасительного пустого пути, тем самым призывает каждого из нас, взирая на вот эту маленькую, юную девочку, которая является нашей Небесной Матерью, Царисой Неба и Земли. Днем позже Кафедральный собор отметил престольный праздник – память святого благоверного князя Александра Невского. В этот день, в 1941 году, начался разгром немецких войск под Москвой. В 1942-м началась Сталинградская битва. Ровно через 700 лет после ледового побоища. За любым символом стоит историческая реальность. Чтобы понять, какая, нужно попытаться в музейно-лубочном образе Александра Невского разглядеть живого человека своей эпохи. «Сматривая свилища и святость фигуры Александра Невского, мы с удивлением открываем что-то для нас неожиданное. Очевидно, мы живем в империи, которая называется Россия. Сейчас она порвана, изломана, кровоточит, но это еще империя, и она еще жива. И живительными соками для этой империи, для нашего народа, для восточно-христианской цивилизации были некие окна, некие отверстия, через которые дух, опыт цивилизации, величие культуры, неотторжимо важное знание проходило в сознании нашего народа. Первое окно прорубил князь Владимир Херсонеси, и живительные токи из греко-варяги хлынули в Киевскую Русь, Новгород, Москву и наполнили великим византийским опытом наш народ. Следующим этапом была великая смута и великое поражение от монголо-татарского иго, когда нужно было определяться, искать мир, согласие и единство в русском народе. И совершая выбор, на кого опереться, Александр Невский, великий и свято-русский князь, несомненно, а я однозначно стал воевать с Латинским Западом, забивая все окна и двери, чтобы они ни через сушу, ни через озера, ни через какие другие пространства не проникли в нашу жизнь. И в то же время охотно и разумно двинулся на восток, и бы сошел для себя нисколько не унизительным поклониться языческим правителям, чтобы сохранить русский мир и православную веру. Князь, воин и схемник, прорубивший еще одно окно в Великую Степь, в великий опыт Золотой Орды в построении континентальной империи. И его опыт для нас становится сейчас актуальным, злободневным и востребованным для нашего ригерезного сознания, для нашего геополитического сознания, для нашей веры и для нашего понимания того, что происходит сейчас. Ну а когда уже было прорублено третье окно, и скорее это было сделано не столько Петром Первым, сколько его союзниками с другой стороны, оттуда пошел тот сквозняк и тот ветер, и эта буря, и налетели те гарпии, сгледухи, которые стали разрушать тело русской жизни, русского мира, и привело все это к плачевным результатам. По меткому выражению известного религиоведа Александра Дворкина, христианство не религия героев, христианство – религия свидетелей, свидетелей Христа. «Человек, как говорят, святые отцы, будет судиться за выбор, что он выбрал для своего сердца, что он выбрал для своей души, что он выбрал в своей жизни, приходящее или вечное, человеческое или божественное, праведное или греховное. Выбрал свой эгоизм, свою самость и самолюбие, либо же выбрал небесную лазурь и святость божественной жизни. Александр Невский сделал свой выбор, он выбрал Христа, выбрал свой народ и выбрал правильное геополитическое направление, которое спасло и сформировало из отдельных княжеств русских Великую Русь, которая стала славой, великолепием и свидетельством то, что Слово Божие, услышанное не только одним человеком и не только одним правителем, но и целым народом, делает эту страну и этот народ несомненно великими, которые способны сказать нечто важное, не только самим себе, не только соседним и ближним, но и всему миру. И наше свидетельство есть свидетельство евангельской правды. И это лежит долгом и ответственностью перед каждым из нас. Как отделить лобочное представление от реальной жизни человека? В актерском мастерстве есть такое понятие – второй план роли. Мысли и чувства героя, которые явно не выражены, но присутствуют внутри него. На первом плане в массовом восприятии святого Александра Невского военные победы и государственные задачи. Господу помолим сердцем всем! Для каждого россиянина и в России в целом святой благоверный Александр Невский останется еще и как защитник Отечества. Защитник Отечества, который всю свою жизнь стремился и заложил камень в основу русской государственности. Но на втором месте Христос и смирение – пример всем и каждому. От ваших слов вы оправдаетесь и от ваших слов вы осудитесь. И вот сейчас, памятая праздник Александра Невского, мы должны научиться правильным евангельским словам, совершать правильные выборы в своей жизни и самый глазный выбор. И более того, обречивших те слова, слова правды, силы и власти, которые дает Господь, чтобы стать нам солью земли и светом мира, чтобы стать поистине православными христианами не только по названию, но и по существу, каким был великий князь Александр. Песня. 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 Субтитры создавал DimaTorzok